Закон Цезаря, как санкции Запада лишают жителей Сирии помощи после землетрясений. Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесли жизни более 14 тысяч человек. Количество пострадавших превысило 60 тысяч. На преодоление разрушительных последствий землетрясений направлены все силы. В Анкаре заявили, что на беду в Турции откликнулись десятки стран. Однако Сирия, которая в эти дни не меньше нуждается в поддержке, из-за западных санкций оказалась ограничена в получении необходимой помощи. На примере этой страны сегодня отчетливо видно, как санкции в прямом смысле слова становятся смертоносным оружием. Почему сирийский народ лишают гуманитарной помощи? Как западные страны подчинились закону Цезаря? И что об этом говорят в ООН и остальном мире? В обзоре Билта. Гуманитарная катастрофа. Власти Сирии назвали ситуацию в стране после землетрясений гуманитарной катастрофой. Наибольший ущерб нанесен провинциям Алепа, Идали, Платакия и Хама. По данным Минздрава, жертвами стихийного бедствия стали более 1200 человек. Пострадали около 2300 человек. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил сообщила о 1910 погибших в подконтрольных бандформированием района возле границы с Турцией. Под завалами все еще находятся сотни людей, а значит, число жертв может возрасти. В стране реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях. На оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения страны. В пострадавшие районы направлены бригады врачей из других регионов. Организована транспортировка лекарственных препаратов. Министерство обороны Сирии сообщило, что для ликвидации последствий землетрясения, а также помощи пострадавшим, привлечена армия. И все же масштабы катастрофы настолько велики, что справиться своими силами невозможно. Директор Ближневосточного бюро Международного комитета Красного Креста Фабрицио Карбони назвал гуманитарную ситуацию в Сирии после землетрясений ужасающей. Невозможно передать словами отчаянное положение людей. Спасаясь от смерти, они вынуждены были среди ночи покинуть свои дома. При этом на улице было очень холодно и небезопасно. В Алеппо здания, сильно пострадавшие за долгие годы войны, рушились, словно костяшки домино. Это выглядело очень страшно. В понедельник мы доставили в одну из государственных больниц в Алеппо хирургические материалы в количестве, достаточном для лечения 100 раненых. Новая партия таких материалов, а также медицинское оборудование были отправлены в Алеппо, Латакею и Тартус. В многочисленных пунктах временного размещения, организованных в пострадавших районах, будут также распределять консервы, одеяло, матрасы и другие предметы первой необходимости, говорится в заявлении Карбони, опубликованном на сайте Международного комитета Красного Креста. Карбони обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Сирии. Гуманитарная ситуация в Сирии ужасающая. Это нельзя игнорировать. Не замечать страданий сирийского народа жестоко и бесчеловечно, заявил он. Сирия просит мир протянуть руку помощи. Сирия еще 6 февраля обратилась к государствам-членам ООН, Генеральному секретариату организации, ее учреждениям и фондам, Международному комитету Красного Креста и другим международным организациям с просьбой протянуть руку помощи в преодолении последствий разрушительного землетрясения. Вот что говорится в заявлении МИД страны, опубликованном сирийским информагентством САНА. Сегодня на рассвете 6 февраля Сирия подверглась разрушительному землетрясению, которое привело, по предварительным данным, к сотням погибших, тысячам раненых и обрушению десятков жилых домов. Был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, коммунальным службам и другим жизненно важным объектам. Сирийская Арабская Республика немедленно мобилизовала все министерства и государственные учреждения для противодействия последствиям этого землетрясения и последовавших за ним подземных толчков, которые продолжают и до сих пор. В заявлении также отмечается, что страна нуждается в помощи, особенно в проведении поисково-спасательных работ. Также требуется продовольствие и медицинское оборудование, временное жилье для размещения людей. Кто откликнулся на призыв? 8 февраля министр местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хусейн Махлюв на пресс-конференции в Дамаске выразил благодарность ряду стран, которые оказали помощь сирийскому народу после землетрясения. «Мы выражаем благодарность странам, которые внесли свой вклад в поддержку сирийского народа, в том числе Ираку, УАЭ, Ирану, Россию, Алжиру, Египту, Пакистану, Армении, Оману, Кубе, Венесуэле и Белоруссии», цитирует министратас. По его словам, дружественные и братские страны выступили с инициативой оказания помощи Сирии сразу после землетрясения, тогда как другие государства, поддерживающие терроризм, политизировали гуманитарную ситуацию в стране. Стоит отметить, что названные страны откликнулись на призыв Сирии о помощи, несмотря на риск попасть под санкции США или так называемый закон Цезаря. Значительную помощь сирийскому народу в эти дни оказывает Россия. Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание командующему российской группировкой в Сирии Андрею Сердюкову оказать помощь местным властям, сообщает ТАСС. В настоящее время развернутые пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим, продуктовые наборы и предметы первой необходимости российские миротворцы раздают в городах Алепа, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша. К разбору завалов и поиску пострадавших приступили 10 отрядов из числа военнослужащих. Помощь окажут свыше 300 российских военнослужащих и 30 единиц военной и спецтехники. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля поручил проработать вопрос направления в Сирию груза с гуманитарной помощью. Сбор гуманитарной помощи для доставки в пострадавшие от землетрясения регионы проводит Белорусский союз женщин, а также Министерство промышленности Беларуси. Помощь готовы предоставить и крупные предприятия страны. А как же страны Запада? Советник президента Сирии Бусейна Шаабан 8 февраля в комментарии телеканалу Sky News заявила, что Запад не помогает сирийскому правительству в ликвидации последствий землетрясения и готов направлять помощь лишь в районы, контролируемые незаконными вооруженными формированиями. Запад оказывает помощь тем регионам, которые контролируются террористами и не заботятся о районах, где проживает большинство сирийцев, заявила Шаабан. Она отметила, что большое количество дружественных стран отправили помощь в Сирию для преодоления последствий катастрофы. В то же время западные страны утверждают, что преодоление подобной помощи нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Однако, согласно этим резолюциям, гуманитарная помощь не попадает под санкции. Оказание подобной помощи странам, которые столкнулись с гуманитарными катастрофами и терактами, допустимо. Это относится и к ситуации в Сирии, подчеркивая необходимость отмены незаконных экономических мер Запада, которые причинили страдания сирийскому народу и помешали государственным учреждениям оптимально выполнять свою роль в борьбе с последствиями землетрясения, подчеркнула Шаабан. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 8 февраля, что Вашингтон не контактировал с властями Сирии на фоне событий, связанных с землетрясениями. При этом он заявил, что США предоставляют помощь пострадавшим сирийцам через партнерские неправительственные организации. Блинкен также посетовал, что в результате землетрясения была нарушена работа пропускного пункта, через который ранее доставлялась гуманитарная помощь в Сирию. Как сообщает ТАСС, ранее глава МИД Турции Мевлюд Чавушоглу, заявил, что действующий с турецкой стороны границы напротив пункта Баб-эль-Хава погранпереход Джиль-Вегезю открыт. Но с сирийской стороны разрушены некоторые дороги, из-за чего возникают трудности с доставкой помощи. В свою очередь администрация Баб-эль-Хава позднее сообщила, что объект готов обрабатывать международную помощь Сирии, но она не поступает. Закон Цезаря в действии В 2019 году США приняли так называемый «Закон Цезаря». Этот документ дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированием, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана. Независимая правозащитница ООН Елена Довгань ранее заявляла, что под данные санкции попадают все иностранные лица, помогающие в восстановлении страны после конфликта, в том числе сотрудники гуманитарных организаций. Закон Цезаря, отмечала правозащитница, является самым обширным пакетом санкций из всех, когда-либо введенных против Сирии. Она также обратила внимание, что когда власти США впервые сообщили о новых санкциях против Сирии, они заявили, что не хотят навредить сирийскому народу. Однако, подчеркнула Довгань, санкции неизбежно наносят ущерб гражданскому населению, поскольку они мешают восстановлению базовой гражданской инфраструктуры. В 2011 году Евросоюз, добиваясь свержения президента Башара Асада, ввел санкции против правительства Сирии. Срок действия санкций продлевается каждый год. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский Союз не отменит санкции в отношении Сирии и не станет помогать восстановлению страны, пока там не начнется транзит власти. Сирия не первый год живет под западными санкциями. Однако сейчас санкционное оружие Запада как никогда бьет по простым гражданам страны. 7 февраля МИД Сирии выступил с заявлением, в котором указал, что санкции США затрудняют процесс ликвидации последствий землетрясения. В министерстве пояснили, что сирийцы, столкнувшие с землетрясением, иногда разгребают завалы голыми руками или используют самые простые инструменты, чтобы спасти человека, взывающего к помощи из-под руин. Это происходит из-за того, что из-за американских санкций Сирия не может рассчитывать на поставку необходимого оборудования для разбора завалов. В МИД добавили, что у сирийских спасательных групп и отрядов гражданской обороны нет средств и инструментов, чтобы быстро добраться до пострадавших под руинами многоэтажных домов. Таким образом, работа спасателей занимает вдвое больше времени и сокращает шансы на выживание людей. Кроме того, Сирия также отказана в лекарствах и медицинском оборудовании. Министерство иностранных дел Сирии также провергло заявление официальных лиц США о том, что санкции против страны не мешают оказанию гуманитарной помощи. Представители американской администрации продолжают свои попытки ввести в заблуждение международное сообщество, заявляя, что закон Цезаря и экономические санкции не мешают оказанию срочной гуманитарной помощи и поставкам медикаментов в Сирию, говорится в заявлении. Глава сирийского МИД Фейсал Мигдад в интервью заявил, что санкции усугубляют обрушившуюся на страну катастрофу. Он отметил, что положение осложняется еще и тем, что Сирия находится в тяжелых условиях борьбы с терроризмом и теми, кто его поддерживает. По словам дипломата, Сирия страдает от двойных стандартов в международной политике. Что говорят в ООН? О том, что западные санкции препятствуют доставке гуманитарных грузов в Сирию для помощи пострадавшим в результате землетрясения, заявил 7 февраля постоянный представитель Арабской республики при ООН Бассам Сабак. Многие грузовые самолеты отказываются приземляться в Сирии из-за американских и европейских санкций. Даже те страны, которые хотят послать помощь, не могут отправить грузы самолетам в связи с санкциями. Имеется нехватка снаряжения и оборудования из-за общей ситуации и из-за санкций. Поэтому мы призвали все страны-члены ООН помочь в этой ситуации. Помощь нужна всей Сирии. Все, что мы получим, получат все сирийцы. Мы не проводим границ между разными группами, цитирует дипломат АТАС. Такого же мнения придерживается координатор ООН в Сирии Мустафа бен Аль-Малих. В интервью информагентству САНа он заявил, что введенные против республики санкции мешают гуманитарной деятельности и помощи пострадавшим в результате землетрясений. Санкции против Сирии нанесли ущерб гуманитарной деятельности в Сирии, поскольку они препятствуют поступлению миллионов долларов финансовой помощи на нужды тех, кто пострадал в результате землетрясений, заявил Мустафа бен Аль-Малих. Координатор ООН подчеркнул, что гуманитарный вопрос не должен политизироваться. Сирия сейчас нуждается в международной помощи. Он также отметил, что Сирия сегодня страдает от двойного кризиса – последствий войны, которая длится с 2011 года, и землетрясений, которые еще больше сложнили гуманитарную ситуацию. До землетрясения 15 миллионов сирийцев нуждались в помощи, однако теперь их число возрастет. С требованием к международному сообществу снять экономические санкции против Сирии, чтобы помочь стране преодолеть последствия землетрясений, выступил и президент сирийского общества «Красного полумесяца» Халид Хабубат. Спасательная операция сталкивается со многими трудностями, первая из которых – нехватка специального оборудования для спасения людей под завалами. И санкции – главные препятствия к их получению, цитирует главу отделения «Красного полумесяца» ТАСС. «Мы требуем снятия блокады. Мы призываем Евросоюз снять экономические санкции, наложенные на Сирию, чтобы справиться с последствиями землетрясения», – продолжил Хабубат. По его словам, стране необходимы тяжелая техника, машины скорой помощи и пожарные машины, чтобы иметь возможность продолжать спасательные работы. «Мы хотим получить необходимое оборудование, чтобы помочь пострадавшим. А санкции препятствуют этому», – отметил глава гуманитарной организации. Как реагирует остальной мир? За снятие односторонних санкций с Дамаска на фоне разрушительного землетрясения в Сирии выступил Китай. После катастрофы США должны отбросить навязчивые геополитические идеи и немедленно отменить односторонние санкции в отношении Сирии, чтобы открыть двери для гуманитарной помощи стране, – заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Дипломат отметила, что разрушительное землетрясение вкупе с годами войны и беспорядков перевели Сирию к ужасному гуманитарному кризису. Она напомнила, что ООН и Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца призвали оказать экстренную помощь Сирии, чтобы избежать дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в стране. США уже давно вовлечены в сирийский кризис. Военные удары и жесткие экономические санкции привели к огромным жертвам среди гражданского населения и лишили сирийцев средств к существованию. Пока мы говорим, американские войска продолжают оккупировать основные нефтедобывающие районы Сирии. Они разграбили более 80% добываемой в Сирии нефти, а также контрабандой вывозили запасы сирийского зерна. Все это усугубило гуманитарный кризис в Сирии, заявила Мао Нин. Она также сообщила, что Китай выделит 30 миллионов юаней – это чуть меньше, чем 4,5 миллиона долларов – на оказание экстренной гуманитарной помощи Сирии. Она включает в себя оказание финансовой поддержки, а также поставку предметов первой необходимости. Одновременно Китай ускорит реализацию действующей программы продовольственной помощи. Президент Ирака обратился к международному сообществу с призывом приостановить санкционную политику и отменить решение, наносящее ущерб мирному населению в связи с катастрофическими последствиями землетрясения в Турции и Сирии, сообщает ТАСС. Необходимо продолжать оказывать экстренную помощь пострадавшим и семьям жертв, заявил президент Ирака, призывая региональные и международные силы позаботиться о людях и отменить санкционную политику и решения, которые навредили мирному населению и подвергают его еще большим лишениям. Евродепутаты от Компартии Греции потребовали немедленной отмены эмбарго в отношении Сирии и беспрепятственных поставок гуманитарной помощи населению Сирии и Турции. Копия письма, направленного председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, поступила в РИА Новости. Жители Сирии остро нуждаются в срочной гуманитарной помощи, предметах первой необходимости и медикаментах. Однако эмбарго ЕС, США, НАТО, сопровождающие их многолетнее вмешательство и переживаемое народом Сирии, продолжается, несмотря на разрушительное землетрясение, и мешает даже выражению солидарности, говорится в письме. Компартия призывает ЕС немедленно отменить неприемлемое эмбарго и санкции против Сирии, обеспечивая беспрепятственную доставку гуманитарной помощи населению Сирии и Турции. Премьер-министр Греции Кориакас Мицетакис заявил, что координация помощи пострадавшей о землетрясении Сирии должна идти на европейском уровне, поскольку против Сирии введены санкции. При этом речи об отмене санкций не идет. На вопрос, будет ли он просить хотя бы временно об отмене санкций против Сирии, чтобы помощь могла дойти до страны, Мицетакис ответил, «Это очень деликатная и сложная ситуация. В настоящее время я не могу дать какие-либо дополнительные комментарии о том, как мы будем действовать в этой ситуации». Депутат Европарламента от Словакии Милан Урик раскритиковал западные страны за двойные стандарты, призвав оставить политику в стороне и начать говорить на человеческом языке, сообщает информагентство САНО. Он отметил, что Сирия остро нуждается в помощи из-за последствий землетрясения. Кроме того, эта страна страдает от бессмысленных западных санкций, которые были наложены на нее лишь потому, что она не хочет мириться с западной гегемонией.